Всем привет, мои дорогие зрители! Я для себя взяла какой-то перерыв. Давно не снимала видео, хотя и вы просматриваете мои видео, которые я сняла, наверное, неделю или две недели назад. Простите меня, но вы сами понимаете, трое внуков — это большая ответственность. И я всё время своё уделяю им. Ну и, может, кому-то это опять не понравится услышать. Уделяю своё время моему бизнесу, чтобы заработать на их счастливую жизнь, на чьи жизнь моём деде. Стараюсь им ни в чём не отказывать. Осталось две недели их пребывания здесь, в Мерсине. Я думаю, что они очень счастливы, потому что я стараюсь быть их на море, с ними. Это не каждый день, но через день. Гуляю с ними в парке. Не снимаю, потому что одно и то же, что вам снимать. Я понимаю, что многим это неинтересно. Что готовлю? Всё готовлю, что есть. Стараюсь не покупать полуфабрикаты, а всё готовлю. Что захотят мои деточки? Пеку, готовлю. Мороженое у них рекой льётся. Сейчас вот купила семитики. Они выйдут у меня с морюшка. Голодненькие. Мои внучаточки родненькие. Как же я их люблю. Всем сердце, всем душой. Вот. Они такие счастливые. Водичка такая замечательная. Вот такие семитики бабулечка им купила. Дуру, дуру. Очень вкусные семиты. Наверное, наверное. Вот. Три штуки. Смотрите, они там с оливками, наверное. Не знаю, понравится им или нет. Вот. Сорок. Сорок с половиной лет. Всё подорожало в Турции. Но по сравнению с грузинскими ценами, это божественные цены. Так что всё дорожает. Жизнь дорожает у нас. Что стоило? Двадцать стоит пятьдесят уже. Ну, спасибо Богу и Вселенной. Что так происходит. Какие у нас новости, дорогие мои? У нас очень много новостей. Покажу вам. Мы делаем какие-то ремонты дома, покупки. Обновляем кое-что. Сегодня вот мой муж будет красить перила. Наконец-то многие подписчики уже давно об этом говорят. Покрасьте перила. Поменяли мы. Палки для вешения белья, да, капитальные такие уже припаяли, вчера присварили. И сегодня будем красить. Встречалась я с девочками своими, ходила с внуками на день рождения. Ну, уже как-то была свободна от телефона. Да вы знаете, пока трое детей приготовить, себя приготовить, пока пойдёшь вечно в спешке, вечно опаздываем. Какие-то непредвиденные обстоятельства происходят. Что мы всегда опаздываем с детками. На йогу мы с девчонками не встречаемся. Почему? Потому что, во-первых, очень жарко. Десять часов пекла вот сейчас, кто придёт на йогу. И у нас какой-то перерыв такой. Вот мой мальчик. Посмотрите, как вырос Дэмушка. У Дэмушка вырос. Почему? Потому что у него уже ботасы, которые он одевал раньше. Уже на него малые. Аппетиты у них хорошие. И Ашка его балует, и бабуля балует. Я так счастлива, что они со мной. Когда будем сейчас их отвозить, опять это такой долгий путь. Я уверена, что он пройдёт очень легко. Опять у нас собралось очень много сумок. Я думала, что ничего не будем везти. А покупки. Я им купила красивые портфели. Ирне вообще как-нибудь покажу тоже. Такой классный. Она же идёт в первый класс, моя внучечка. И вот много чего купила. Потом покажу вам один день. Сделаем обзор с Мари. Продукты, то, что мы покупаем каждый день, это однозначно. Вот такие вот дела. А сегодня я иду на вечеринку русскоязычных. Первый раз иду впервые с моими девчонками. Ашка меня пустит на 2-3 часа. Но это в 8 часов начинается. Как раз мне устраивает то, что это в моём районе. Я пока не показываю своё лицо. Почему? Потому что я кое-чем занялась. Несмотря на всю мою суету, я занялась своим лицом. Приобрела курс на 3 месяца пока в гимнастике для лица. Вот неделя прошла. Я заметила для себя какие-то результаты, изменения. У меня поднялась верхняя века. Посмотрела на себя в зеркало. Смотрю, что нужно что-то делать. Против ли уколов красоты я против. И решила, увидела эту женщину. 42 года ей. Она выглядит обалденно, красиво. У неё лицо всё натянуто. И особенно меня поразило. Её интервью Собчак. Собчак, вы сами знаете, она такой скептик. Ко всему относится скептически. И не поверила, что у неё лицо без каких-то уколов красоты. Без нитей, ботокса. И в прямом эфире эта женщина прошла обследование рентгенологическое. И врач подтвердил, что у неё нет никаких уколов красоты. То есть всё натуральное. И это на меня произвело впечатление. И через полгода спустя случайно я попала на её рекламу, где она приглашала на свой канал. И вот я приобрела курс. Я очень довольна, в каком смысле, что это прорыв вперёд. Я увидела результаты женщин после месяца занятий. Мы всё можем сами изменить. Мы всё сами можем изменить. Нужна дисциплина и терпение. Как везде. Как и в жизни. Как и в бизнесе. Как и это. И в отношениях нужно терпение, дисциплина. Иногда надо промолчать и проигнорировать какие-то высказывания. В отношениях с друзьями то же самое. Тем самым вы выиграете только. И вот, мои дорогие. Я вот уже восьмой день сегодня делаю зарядку для лица. Упражнение 10 минут занимает времени. Надо делать утром и вечером. А вечером, если вы видели, в каком состоянии я делаю, в час-два сажусь, сделаю одну, засыпаю. Но вот, всё равно я это делаю. Вы же знаете, я очень целеустремлённая. И всегда достигаю своих результатов. Так что покажу вам лицо немножко спустя какое-то время, когда подтяну свои проблемные места. Разглажу. Вот. Вот так вот всё замечательно. Всем добрый вечер, друзья мои. А я собралась на белую вечеринку. Наконец-то впервые одела своё платье. Накрасила маднекюрой. Как я вам, красотка. Детей оставила на шкыма. Как я выгляжу? У меня вот такой дресс-код. Детей оставила на шкыма. Накормила. Напоила. Закупилась продуктами, фруктами. И вот иду, мои дорогие, развлекаться. Наконец-то за сколько времени. Я не выходила никуда. Так прямо хочу. Душа требует, конечно. А девчонки мои спрашивают, куда я иду. Куда я иду. В сто раз спрашивают. В общем, если будет что-то интересное, я вам поснимаю. Это русскоязычная вечеринка White Pair Party. Дресс-код в белом. И вот, наконец-то, я вышла в своём платье. Дресс-код в белом. Дресс-код в белом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Почему-то... Давай теста сделаем заново... Не, заново не надо будет, это тоже получится... Первый не получился, второй получится... Всем добрый вечер, друзья мои, я вам рассказывала, что у нас небольшие перемены в доме, ремонт... И я сегодня приготовила вот такой вкусный ужин, мелохматая его заснула... Потому что бабуля стала второго уровня лидер... Да, и бабуля стала лидером второго уровня... Поэтому я решила приготовить такой детям праздник... Бабуля целый день ест, только работает, ухаживает... Еще надо завтра генеральную делать... Ну как-то так, друзья мои... Тут у нас такие беленькие перилы... Вот все время говорили нам, что пускай Машка им сделает... Вот, только этот балкон помыли... Окна надо мыть... Все, короче... Вот так вот... Приятного нам аппетита... И принимаю от вас поздравления... Ставьте лайки... Подпишись на мой канал... Нажми на колокольчик и на все уведомления...